Вопрос дня на Первом Приднестровском в студии Ольга Гаврилова, Андрей Вакула. Здравствуйте! Трагедия в Ижевске, взрывы в Тирасполе и молодежный форум. Обо всем по порядку. Начинаем. Начнем с трагедии. В Ижевске неизвестный сегодня открыл стрельбу в школе прямо во время урока. Есть погибшие. Среди них дети, большинству всего 7 лет, совсем маленькие. Это первоклассники. Что стало причиной трагедии? Что побуждает людей брать в руки оружие и среди бела дня выходить и стрелять в других людей? Уровень агрессии в обществе. Какие-то обстоятельства в семье и связанная с этим личная травма. Доступность огнестрельного оружия или что-либо другое. И самое главное, как этого избежать и уберечь детей от всего этого? Все эти вопросы сейчас обсудим с экспертом. У нас в студии Майя Иванова, кандидат психологических наук. Итак, в чем же причина того, что человек берет в руки оружие и средь бела дня идет убивать? Те причины, которые Оля назвала, действительно, они существуют. Вседозвольность в плане закупки каких-то агрессивных всяких веществ и инструментов. Но в первую очередь, это все-таки некая модель, которая существует в обществе, которая существует в СМИ, которая существует в интернете. Миллион этих причин, которые существуют от личностных травм до какой-то сложности социализации или еще каких-то, может быть, ангажированности в какую-то группировку и так далее. Это действительно страшно. Вот растят родители ребенка. Часто сейчас мама сама растит, да, изыскивает все средства, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Кормит, любит этого дитя, балует вот как может. Отправляет его в школу и получается, что вот навсегда. В этот день или в другой какой-то день из школы она больше его не дождется. Президент выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких при стрельбе в школе в Ижевске. Давайте послушаем. Произошедший теракт унес жизни людей разных возрастов, но особенно больно слышать о гибели детей. Терять близких и родных людей – это настоящая трагедия. Такое не должно повториться. Мы скорбим вместе с вами. Майя Дмитриевна, всегда ли такое действие планируется заранее? Конечно, если мы говорим о том, что человек приносит какие-то сопутствующие средства или выкладывает какие-то ролики заранее в интернете, как было в прошлых случаях, то, конечно, мы говорим о том, что вряд ли это назовешь ситуацией аффекта, а это, конечно, ситуация заранее или это поведение заранее спланированное. Ну, естественно, что является пусковым крючком, мы с вами сказали, здесь уже будут определять специалисты, криминалисты, психиатры. Другое дело, как нам предотвратить это в школах. Конечно, должны быть прописаны инструкции определенные. Вот в этом плане экспертный совет по психологии при президенте Приднестровской Молдавской Республики разработал соответствующие рекомендации для учителей. В ближайшее время они будут утверждены и распространены среди школ, вообще образовательных учреждений нашей Республики. Потому что, конечно, когда наступает такая ситуация острого стресса, то достаточно сложно людям реагировать адекватно. А как вообще среди тех, кто нас окружает, выявить этого стрелка? Вот здесь у вас, здесь это большая, конечно, проблема, потому что психология, есть психология, с ней сложно совладать. Так будем говорить, что все-таки пробраться в голову мышления, в желание другого человека, это достаточно сложно. То есть внешне по человеку сложно сказать, да, вот так посмотреть? Может быть, по кому-то вы не определите, потому что человек достаточно замкнут, и никаких агрессивных, да, актов прямой какой-то агрессии, вербальной, инструментальной, вы у него не наблюдали. И при этом он замкнут, да, он тихоня, ну вот, и потом из такого тихоня может получиться... Происходит такой взрыв. Из каких-то, да, может получиться какой-то взрыв. Более того, когда мы говорим о том, что там кто-то со свастикой ходит, кто-то еще с какими-то знаками таких агрессивных организаций, тут нужно понимать, что любой человек даже в чем-то добром, при каких-то извращенных мотивах, может найти любой двигатель к действию. Поэтому, конечно, ну уж тем более, если это такие достаточно агрессивные организации, человек эти какие-то идеи продвигал и восхищался такого рода организациями, конечно, это нужно серьезно контролировать, потому что это может быть уже сигналом к тому, что человек дальше будет какие-то из этих идей антигуманистических и человечных внедрять, и вот дело дойдет до таких страшных трагедий. А что это вот за история? Это же не первый случай, когда идут именно в школу. Почему именно в школу? Одним из мотивов такого рода преступлений — это некий нарциссический мотив. Что это значит? Привлечь себе внимание, к сожалению. К сожалению, так устроено СМИ. С одной стороны, мы должны рассказать, вы должны рассказать о том, что происходит для того, чтобы для других это было некоторым сигналом в подобных ситуациях, принимать быстро какие-то решения или отработать какие-то механизмы или какие-то инструкции по спасению. С другой стороны, это, естественно, популяризирует эту ситуацию. Те люди, для которых такой человек может являться героем, хотя он на самом деле, конечно, антигероем, мы его назовем, но тем не менее, он может привлечь в себе внимание последователей. Мы таким образом, с одной стороны, делаем хорошо, с другой стороны, все-таки его рекламируем, рекламируем его страшнейшее, ужасное поведение. Поговорим о подробностях трагедии в Ижевске. Стрелок — это выпускник той же школы, где он совершил преступление. Сначала он стрелял из двух пистолетов Макарова. На магазинах с патронами была надпись «Ненависть». А на майке нацистская символика, потом преступник покончил с собой. Меня очень зацепил этот интересный момент, что преступник из этой же школы. Вот удивительно, да, Майя Дмитриевна? Вот как так? Ты учился в этой школе, и ты пришел туда убивать? Психологи часто проводят тест, который называется социометрия, и выясняется, что есть в любом коллективе некоторое количество изгоев. То есть те люди, с которыми те дети, те ребята, с которыми не хотят общаться, другие сверстники, которые себя в этой социальной среде, они себя не нашли, не смогли адаптироваться, не смогли завести друзей. Они либо становятся одиночками, либо уходят в другие социальные общности, какие-то группы, какие-то секты, в которых они будут приняты, в которых они будут себя чувствовать, ну, так бы вам говорить, нормальными, адаптированными. И, к сожалению, если та или иная секта и группа криминализована и продвигает криминальные ценности, то такой человек, ради того, чтобы остаться принятым в какой-то хотя бы группе, он будет реализовывать все те ужасные сценарии, которые существуют, только для того, чтобы все-таки быть частью какого-то общества, быть принятым в этом обществе. Потому что основные наши личностные потребности все-таки это принадлежность какой-то группе социальной, на том и социальные существа. А что происходит потом с жертвами таких преступлений, теми, которые остались живы? Мы испытываем травматическое воздействие, но для кого-то это может остаться действительно серьезной психической травмой. Что такое психическая травма? До и после жизнь разделена на до событий и после. Это совершенно две разные жизни. И вот, конечно, здесь нужны специалисты, которые помогут этим людям, у которых такого рода травматизация помогут им восстановиться, ну и, естественно, перестать бояться, перестать испытывать определенную тревогу. Случай в Ижевске не единичный. До этого был Керченский стрелок, потом Казанский, Пермский. Это когда 18-летний парень пришел в университет и начал безвыборочно просто стрелять. Сейчас школа. Вот ребенок, да, идет в первый класс. Все хорошо. Второй класс. Растет, растет. Но откуда тогда вырастают такие безжалостные убийцы? Как так получается? Конечно, мы с вами должны понимать, что каждый из нас проходил кризис взросления. В подростковом периоде формировались, в юношеском периоде формировались определенные элементы самосознания, формировалась мотивация. Поэтому, к сожалению, это взросление не у всех проходит. То есть вот это переломный момент? Гладко. Да, в какой-то момент, конечно, у такого человека наступает переломный момент, после которого это могут быть какие-то травмы, связанные с ближайшим окружением. Это могут быть какие-то такие события, которые для вас являются, например, совершенно незначительными, но для данного человека какой-то фиаско, какие-то нюансы будут являться травматичными. Ну, естественно, и наличие определенных психических склонностей, так будем говорить, психиатрические, может быть, диагнозы, которые сопутствуют тому, что дальше человек ищет, как реализовать этот мотив ненависти в поведении и находит, к сожалению, в нашем интернете, в наших каких-то соцгруппах по интересам, каким образом реализовать этот мотив. Ну что же, у нас остался один вопрос, вопрос дня. Трагедия, конечно, очень серьезная. Нет ничего страшнее, чем той ситуации, когда матери хоронят своих детей. Майя Дмитриевна, вопрос дня и на ответ 30 секунд. Как уберечь детей от таких трагедий? К сожалению, наш мир развивается в частом своем исполнении не в самую гуманистическую, гуманную сторону, поэтому единственное, что мы можем научить наших детей, это критически мыслить, когда они могут, да, перед тем, как они просматривают какой-то контент агрессивный, чтобы они не были втянуты в какие-то группы, где это насилие, значит, тиражируется и пропагандируется. Ну, естественно, это попытка адаптировать наших детей к те группы, где говорится о добром, о хорошем, о лучшем в личности и в человеке. Ну, естественно, это обучение всех нас нехитрым, простым каким-то алгоритмом поведения в такой жуткой стрессовой ситуации. Дальше говорим о взрывах в Тирасполе, не переключайтесь. В субботу вечером в Тирасполе что-то взорвалось, оказалась пиротехника, но все люди были очень взволнованы, писали в паблики, звонили друг другу, накручивались сами и накручивали других. Майя Дмитриевна, время сейчас такое неспокойное или паникеры, они были всегда, есть и будут? Конечно, паникеры были, и мы с вами можем запаниковать в ситуациях, когда мы не понимаем, откуда угроза. Ну, конечно, события последних месяцев, они, конечно, нам показывают, что все-таки лучше быть более осторожны, чем, конечно, пропустить наступление каких-то невероятных событий. Поэтому, конечно, сейчас все на стороже, все на взводе и, соответственно, да, такие вот решения, которые приняты для того, да, по запрету фейерверков этих громких хлопков, для того, чтобы не будоражить, так, будем говорить, людей и так в сложное это время, то я считаю, конечно, это очень правильно. В Приднестровье сейчас каждый громкий звук, это уже волнение. Взрывы и выстрелы несколько дней беспокоят жителей Григориопольского и Дубосарского района, доносились до Бендер, по сетям расходилось видео с колоннами военной техники в Молдове, оказалось у соседей учение. Да еще с использованием артиллерии военные Молдовы и НАТО стреляли из пушек в нескольких километрах от Приднестровья в зоне безопасности. Давайте послушаем, что же говорится председатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. В этих сложных условиях, когда действительно на территории республики действует желтый террористический код, когда действительно идут определенные события со стороны Украины, мы реально слышим какие-то определенные взрывы с украинской стороны. И когда эти взрывы начинаются с молдавской стороны, значит, народ, естественно, в недоумении, он не понимает, что происходит. Вот как тут не бояться, Майя Дмитриевна, когда вот рядом проводят учения? Нужно помнить, конечно, о двух-трех сложностях, опасностях, которые предостерегают. Когда мы с вами смотрим даже информацию или видео от какого-то очевидца, во-первых, оно всегда будет вырвано из контекста. То есть вы не видите А, Б, но вы видите что-то с какого-то ракурса. И вы не понимаете совершенно все остальные элементы, да, или вы не знаете этих элементов ситуации, и вы в итоге делаете неправильные выводы. Естественно, любое видео очевидца, оно нагружено личными какими-то эмоциональными переживаниями, моментами. Вы, естественно, тут же заражаетесь эмоционально определенной паникой или еще какими-то эмоциями. Теряете возможность оценивать трезво ситуацию. Если у вас много таких пабликов и такой информации, вы придете к тому, что вы дальше не будете реагировать вообще ни на какие вызовы. И останетесь в ситуации, когда действительно, как в том анекдоте, да, десятый раз кричал «помогите», утопая, но никто уже не реагировал, потому что девять раз до этого, естественно, да, это было фейком. Ну вот. Ну а как же убери... Как отличить, да, ложную тревогу от реальной опасности тогда? Все-таки в этом плане мы приходим опять к мысли о том, что сегодня информации огромное количество, и информационных полей огромное количество. И нам нужно с вами все-таки выделить ряд источников, которые в большей мере все-таки публикуют что-то после уже, ну, некоторой проверки этой информации. Можно довериться определенным журналистам, людям, которым мы более-менее доверяем. Эта информация не раз проверялась, и она была правдивой, а не ложной. Потому что, да, доверять определенным источникам, у которых есть ответственность, юридический адрес, ну, как минимум. И, конечно, любая, любые телеграм-каналы, которые безызвестные, не имеют под собой, ну, телеграм, неважно, социальные, я имею в виду, социальные сети. Если этот канал не имеет ни авторства, ни какого-то юридического адреса, то и ответственности, естественно, люди, которые там выкладывают все, что они хотят, они не несут. Это как следствие, конечно, только паника и нагнетание обстановки. Ну, естественно, отработка тех целей, которые преследуют руководители этого канала. Мы продолжаем. В Кишиневе протесты. Уже девятый день у администрации президента и правительства так называемый городок перемен. И днем, и ночью протестующие живут в палатках, требуют отставки власти. Люди недовольны ценами. Коммуналка – больная тема. Газ с октября почти 30 леев. Дрова купить сложно. Майя Дмитриевна, что движет людьми? Почему они устраивают такие забастовки? Это от безысходности? Если мы говорим о митингах, то это всегда, ну, называемая это волеизъявлением народа, то есть всегда кем-то организован. Это первый момент для анализа таких социальных явлений. И, конечно, мотивация своих самих людей. Протестующие говорят, власть ничего не делает, протесты в Кишиневе продолжаются, полиция пытается разгонять, не получаются, люди не уходят и говорят, будут бастовать до тех пор, пока жизнь не изменится к лучшему. Протестуют и в Гагаузии. Это автономия в составе Молдовы. Многие переезжают в Приднестровье, получают счета за коммуналку и находятся в таком приятном шоке. Газ у нас не по 30 леев, а 81 копейка. Это вопрос дня. Мы продолжаем. В гостях у нас кандидат психологических наук. Поговорим об отдыхе. По классике, чтобы снять напряжение, нужно выспаться и сменить род деятельности. Какие еще есть лайфхаки? Совершенно верно. Нам нужно понимать, что есть у нас умственная деятельность. И те люди, которые занимаются больше умственным трудом, конечно, они должны во время, в период отдыха отдохнуть от решения умственных задач. И, естественно, физический отдых, наше тело, которое неразрывно с нашей душой, психикой, существуют, сосуществуют. Конечно, и без физических нагрузок мы не получим обновления некоторого, не получим возможности, так будем говорить, освободить голову. Естественно, наряду с физическими нагрузками, первое, что называют специалисты, это, естественно, все релаксационные процедуры. Это массаж, это соответствующие направления в спорте, это и йога, это и ушу, это все то, что помогает вам прийти в ладык со своим телом. И, естественно, немножко отрешиться от тех проблем насущных, которых у вас есть, медитация, ну, понятно, как определенные компоненты этих процедур. Ну, естественно, плавание как отдельный вид вообще, наверное, релаксации, массаж. И, если говорить о психологических моментах, это созерцание или концентрация на так называемой внешней зоне. Вы говорите, релакс, спорт, плавание, йога, можно прокатиться на велосипеде. Ольга так вот и провела свой выходной, участвовала в замечательном велопробеге в Кицканах. Ольга, рассказывайте, как вам? Да, вот я слушаю, моя Дмитриевна, это действительно вот какое-то переключение абсолютно на внешнее, абсолютно никаких правил. Вот чем и хороши вот эти соревнования велопробег. Велосипед любой, возраст не ограничен. Расстояние комфортное, 12 километров, едешь со средней скоростью 10 километров в час. Выезжаешь из города, город, едешь мимо леса, на Кицканский плацдарм, совсем другая остановка. Объединили два в одном, и спорт, и созерцание. Да, в общем, это классно, когда ты физическую деятельность, умственную деятельность переключаешь на физическую, вот, а потом в понедельник, и умственная деятельность, как правило, тебе в радость. Ты как будто все делаешь первый раз. Проснулось второе дыхание. Да, вот правильно Андрей просыпается, второе дыхание, но... А когда доехали до Кицканского плацдарма, какие были ощущения? Вот он, финиш. Ну да, я смогла, я смогла. А вид оттуда красивый? С обновленного плацдарма? Да, я хочу сказать, что я езжу на велосипеде часто, но вот именно на велосипеде, на Кицканский плацдарм, я приехала впервые. И очень рада, что увидела его именно вот обновленным, после реконструкции. Вид потрясающий. Это какое-то такое вот, ну вот панорама, как с картинки. Вот советую каждому, кто еще не был, побывать там и вот отдохнуть. Действительно отдыхаешь душой. Там есть вот как раз что созерцать. И вот эти почти 400 человек, я уверена, что осенняя депрессия – это не о них. И вот, кстати, Майя Дмитриевна, вот вопрос такой интересный. Вроде осень – прекрасная пора, да? Есть чем любоваться, воздух прекрасный. Но часто мы слышим осенняя депрессия. Какие люди никогда не будут страдать осенней депрессией? Конечно, если вы полны идей, вы хорошо отдохнули, и у вас много интересных проектов, много интересных идей. У вас есть, если работа ваша постоянная, профессиональная, более рутина, то у вас есть, например, какие-то идеи, творческие возможности в нерабочее время реализовать. То понятно, что для вас депрессия отступит. Конечно, те люди, которые склонны концентрироваться на негативных вещах, а у нас их сейчас, к сожалению, много, на негативных моментах. Те люди, которые не умеют переключаться, так будем говорить, застревают в определенных своих переживаниях, конечно, для них вот депрессивные эти нотки или депрессивные проявления, они могут у них начаться. Поэтому окружайте себя светом, окружайте себя позитивными людьми, и планируйте отдыхать и работать с интересом, тогда, наверное, ну, естественно, информационная культура. Поменьше негативных новостей, а побольше все-таки какой-то четкой, понятной конкретики, безэмоциональной. Спасибо, Майя Дмитриевна. Яркой осени вам и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем форум молодежных избиркомов впервые в Приднестровье. Как все прошло, обсудим с Евгением Кущаком, организатором-волонтером. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, что вы самый смелый были на этом форуме. Когда общались с президентом, сказали, что у вас через месяц свадьба. Поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем. Почему решили задать вопрос президенту и спросить совета? Вы знаете, я, наверное, Вадима Николаевича спрашивал не сколько как президента, сколько как мужчину, у которого можно перенять вот этот мужской опыт. Потому что, как отмечал Вадим Николаевич, он семьянин, однолюб. Это очень похвально. Я бы хотел равняться на него как мужчина именно, понимаете. Потому что я только начиная свой взрослый мужской путь, перехожу из, скажем, разряда молодых людей в разряд мужчины. Давайте послушаем, что же сказал Вадим Красносельский. Свадьбу организовать, это, наверное, самый простой момент на начальной стадии взаимоотношений. Вообще это, скажем так, терпение и работа. Вот. То есть надо понимать друг друга, ценить друг друга, уважать друг друга. Даю только один совет. Не слушайте никаких советов. Знаете, умных тьма. Ваша семья, ваша ячейка, это общество. Вам любить друг друга и жить всю жизнь, дай бог. До этого я получал очень много-много советов и от всех родственников, и от родственника моей будущей супруги. Там, делайте так, делайте еще как-то иначе. Иногда эти мнения были, ну, диаметрально противоположные. А президент, мне кажется, нашел такую золотую середину, вот не слушать никого. Пусть наши ошибки, как отметил президент, это будут нашими ошибками. Почему тогда президента на свадьбу свою не позвали? Или мы чего-то не знаем? Нет, на самом деле мы, может, откроем какой-то секретный секрет. Но у нас, по крайней мере, на сегодняшний день планируется такая очень достаточно скромная свадьба в кругу очень небольшого количества семьи. Но, Вадим Николаевич, я буду вас всегда рад видеть. Это будет очень, очень, само присутствие у вас будет само по себе подарком. Мы продолжаем. Поговорим о форуме молодежных избиркомов. В три дня в Днестровских Зорях, более ста участников, всех объединили в команды, была жеребьевка, и, как оказалось, приезжали все городами. То есть отдельно Бендеры, отдельно Террасполь, всех объединили. То есть в одной команде мог быть человек и из Каменки, и из Рыбницы. Насколько это было удобно? Дошла вот эта вся наша история до конкурсных мероприятий, где команды должны были с друг другом состязаться. Даже ребята, которые территориально находятся в одной, начали, ну, с друг другом, когда особенно были дебаты. Они с друг другом уже начали не на шутку состязаться, отставили интересы своей команды, вот, которая образовалась буквально один-два дня назад, а не тех ребят, с которыми они там уже четыре года знакомы. То есть это, да, такой, даже такой тимбилдинг внутренний, это очень помогло. Но сам форум — это больше лекции и семинары, да? Что запомнилось больше всего, чему, может быть, научились? Форум не был направлен только на электоральную тематику. Ребятам дали возможность поучаствовать в абсолютно разных, скажем так, площадках, которые были и на банковскую тематику, и на организационную какую-то тематику, и на электоральную, безусловно, тематику. И даже были у нас блогеры, то есть какую-то вот работу с аудиторией, какую-то вот современную направленность, да? Поэтому был вот представлен весь спектр. Важно, что мы хоть и молодежные избиркомы, но форум постарался, по крайней мере, охватить весь спектр той нашей жизни общественной, которая у нас есть. Но вы как представители молодежного избиркома, понятное дело, о выборах все-таки говорили. И даже проводили соцопрос, на форуме подводили итоги. Вот расскажите нам, много людей за выборы? В 2019 году мы его проводили, в 2020 и в 2022, накануне президентских выборов. И вот самый главный вопрос, это первый, он идет даже по порядку. Считаете ли вы, что выборы — это важная процедура в современном демократическом государстве? В 2019 году 49%, чуть больше, до 50% респондентов ответили «да», что выборы — это важно, это необходимо, и в любом демократическом государстве они должны быть. В 2020 году эта цифра была уже 54%, то есть 5% плюс за один год. И вот сейчас, на последних, вот перед президентскими выборами мы проводили, уже 67% дали результат. У людей постепенно, у молодого поколения приднестровцев формируется мнение, что это не просто безликий механизм, да, какой-то, что вот мы отдали свой гражданский долг и на этом пора заканчивать, да, все, вот до следующих выборов. Нет, люди интересуются выборами, молодым людям нравятся, то есть они действительно понимают и считают, что приходя голосовать, они участвуют в жизни и формировании государства. А как оставить, как удержать эту самую молодежь в Приднестровье? Даже посредством таких форумов, ведь форумные площадки не так давно они в нашей республике проходят на постоянной основе. Понятно, что коронавирусные ограничения свою лепту внесли, и где-то была пауза, где-то ребята на дистанционную учебу вышли, да не где-то, везде, повсеместно это было. О дистанционке как раз говорил президент Красносельский, он говорил, что это катастрофа, это был второй день форума, встреча с президентом, говорили в том числе об истории, студенчестве, проблемах и поддержке молодежи. Особое внимание спорту для молодежи это сейчас особенно важно. В следующем году в Тирасполе, в районе Кирпичи, Южный будут новые спорткомплексы, также спорткомплекс будет на территории 15-й школы в Бендерах. Какие сейчас вообще есть проблемы у молодежи и как помогает государство решать? Молодежь вообще это сгусток энергии, который в любом случае куда-то будет направлен, и только государство может, скажем так, направить этот сгусток энергии в правильное русло. Не так, чтобы сами по себе молодежь в какие-то непонятные субкультуры выливалась, что-то для себя самостоятельно решала. Нет, вот государство как раз занимается правильными точечными задачами создания форумов, расфорумных площадок, спортивных площадок. Даже наши молодежные избиркомы, когда возникли, это же тоже помощь государству, раньше такого не было. Молодежи стало больше возможностью даже участвовать в жизни государства. Есть молодежный парламент, который тоже набирается опыта у своих старших коллег. То есть, по сути, государство заинтересовано в подготовке своего кадрового резерва. Если все были такие деятельные ребята, инициативные, не было даже ни одной минутки свободное мероприятие, переходило в мероприятие и так далее, то есть вы не могли этим насладиться, впитывали, впитывали, слушали, развлекались. Может быть, чаще нужно такие форумы проводить? Безусловно, даже наш президент отметил, что желательно, он даже обозначил примерную дату, он говорит, раз в полгода. Потому что форум — это как раз про новые друзья, про новые знакомства, про обретение новых навыков, про вот эту вот коммуникацию между друг другом. Потому что, знаете, может быть, у современной молодежи есть такое, я вот в социальной сети одной человек, а в жизни я, может, менее общительный, более закрытый такой человек. А форум — это когда вот все от своих гаджетов немножечко уходят назад, формируются даже команды случайным образом. И даже волей-неволей вы хотите, но вы начинаете искать общий язык, у вас внутри появляется свой лидер, появляется вот этот коннект, вот эта искра, наверное, где вы можете почувствовать себя по-настоящему молодым человеком. У вас появляется желание что-то делать в команде, желание созидать, не разрушать, а желание созидать. А вот старшее поколение говорит, что молодежь уже не та. Готовы поспорить с ними и рассказать нам, какая все-таки молодежь в Приднестровье? Старшее поколение, оно должно направить молодежь в правильное русло, а молодежь должна впитать опыт поколения. И нет, молодежь никогда не будет хуже или не будет лучше, она будет соответствовать своему времени. И цитата от президента с форума «У нас очень хорошая молодежь». Тут поспорить не с чем. Спасибо, Евгений, за интересный диалог. Да, и вот яркий представитель этой молодежи, Евгений, сегодня был у нас в гостях. Спасибо. В Дубосарском зоопарке новый житель. Там появился на свет олененок. Назвали Бэмби. Наш выпуск нам хочется завершить именно этой новостью. И пусть таких новостей в нашей и в вашей жизни будет больше. Это был «Вопрос дня». В студии для вас работали Андрей Вакула и Ольга Гаврилова. Не забывайте просматривать наши новости в пабликах и соцсетях. Только официальная информация. Всего доброго. Оставайтесь с Первым Приднестровским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин